Всем привет! Сегодня тут очень редкий день, когда я снимаю при искусственном освещении вечером. Вообще я не собиралась снимать процесс, потому что очень-очень-очень простая вещь. Я шью накидки на сиденья на стулья. Вы видели прекрасно из этой ткани у меня чехлы и шторы. Нашла кусочек ткани, пошить сами чехлы. Зачем? Покажу потом при дневном освещении и все объясню. Все нормально, процесс очень простой, повторюсь, показывать не собиралась, раскроила. Вот мои обрезки, ну, как обычно, немножечко и кромка. И взялась за синтепон. Такого безобразного синтепона я еще не видела никогда. Я шью очень много лет, не помню сколько, но очень давно, и такого я еще не видела. Не знаю, что это производство, купила недавно. Ну, я настолько возмущена, что вот решила снять и показать, что такое бывает и что в таком случае делать. Может, вы сталкивались с этим раньше, я такого еще не видела. Ну, или мне сильно везло и все время попадался нормальный и хороший. Это синтепон номером 100. Ну, по крайней мере, так было заявлено в магазине. И вот здесь, с краю он действительно похож на сотку. Дальше, помимо того, что он в каких-то непонятных пятнах, больше всего меня даже возмутило не это, а вот это. Мне кажется, даже на камере визуально видно, что плотность синтепона вот здесь и вот здесь, мягко говоря, разная. Если здесь она еще напоминает сотку, то вот здесь она приближается к нулю, особенно вот здесь. Очень-очень возмущена, честно говоря, мне даже... Ну, в общем, эмоции очень сильны и не совсем положительны. Что делать, если вы с таким столкнетесь? Конечно же, вот я уже раскроила на два стульчика, поэтому еще с таким же кусочком встретилась непонятно. Плотность приближается к нулю, стремится к нулю. Что в таком случае делать? Вы выкраиваете кусочек, который вам нужен. Ну, у меня это прямоугольники, самые обыкновенные. Почему? Тоже потом объясню. И вот эта часть, если она попадает в деталь, которую вам нужно раскроить, конечно же, нужно перекрыть. Но не таким целым, потому что здесь тогда будет больше. А вот примерно таким же. Ну, как раз вот кусочек еще. Вы видите, то же самое. Вот он. Никакой. Нужно наложить на то место, где синтепона практически нет. Но, если оставить вот так, вот такой срез, то, когда вы положите сверху ткань и будете прострачивать, если ткань не слишком плотная, то вот этот край будет виден. Что делать в таком случае? Ой, прошу прощения, у меня от возмущения даже язык заплетается. Ножницы, зигзаг, в данном случае не помогут. В них нет смысла. Выберете их руками, пальцами, просто отщипываете. Здесь, здесь, здесь. Держа в одной руке фотоаппарат не получится. Ну, вот уже на одном кусочке я сделала. Вот вы видите, какой получается край. Если просто вырываете кусочки с самого края, небольшие, и тогда он, получается, вот такой сходит на нет и очень хорошо укладывается на то место, куда его нужно уложить. Примерно это будет так. Ну да, он тут же цепляется и не будет никаких утолщений. То есть, если вам нужно какой-то кусочек заполнить, то обязательно все края, где нормальный синтепон переходит в ненормальный, вы перекрываете, чтобы выровнять плотность, и у вас не было вот таких, ну не знаю, проплешин, иначе я просто не могу это назвать. Пока не столкнулась с таким... Я даже не знала, что такое бывает, честно вам скажу. Вот за столько лет никогда с таким качеством я еще не сталкивалась. Но, как говорится, все бывает в первый раз. Поэтому, что делать с синтепоном в таком случае, я вам подсказала. Это будет рукодельная подсказка, совсем маленькое видео, а потом уже через пару дней покажу, что это было и почему решила это сшить. На этом на сегодня все. Рукодельная подсказка в состоянии очень сильного возмущения окончена. Буду с вами прощаться и продолжать сшить и выходить из вот этой ситуации. Желаю всем прекрасного настроения, поменьше встречаться с таким, с подобным качеством. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!